Товар лицом во всей красе, говорит предприниматель. Несмотря на юный возраст, каждые не больше полугода овечки Маня, Сильва и Тая уже считаются взрослыми и сегодня их выставляют на продажу. Стоимость одной около 5000 рублей. Всего на ферме у Ломакина 200 голов баранов и овец. Все одной породы. Идальбаевские. Выгодно. Мясная порода скороспелая, растет быстро. Кормов практически выведены для того, чтобы на скудных кормах им расти. Главная агропромышленная выставка Юга расположилась на территории Краснодарского ипподрома. Масштабы впечатляют. Павильоны занимают почти 15 тысяч квадратных метров. Здесь все. Готовая продукция от производителей, товары народного промысла, саженцы и, конечно же, отдельный кластер с животными. Свои товары представляют более тысячи фермеров со всего края. Каждый пытается удивить, чем может. Ярмарка здесь не только место, где можно продать и купить, а целое культурно-развлекательное событие. Моя ярмарка, моя ярмарка, золотая, летная, как густая, в России, как моя густая. Кубанскую ярмарку нередко сравнивают с известной сельскохозяйственной выставкой в Берлине «Зеленая неделя». Но основное и главное отличие – это то, что участниками ярмарки в Краснодаре становятся только предприниматели малого бизнеса. Сегодня о кубанской ярмарке на юге страны нет равных, отмечает на открытии Александр Ткачев. Наша ярмарка становится все популярнее и популярнее. Все это происходит благодаря, конечно, тем людям, которые работают на земле, которые вкладывают свою душу. Механизаторы, комбайнеры, селекционеры, инженеры, агрономы. Они, в общем-то, задают тон, класс, стандарт и делают нашу кубань жильницей, делают наш регион самым успешным поставщиком качественных продуктов питания в нашей стране. В условиях санкций, в условиях, когда, в общем-то, Россия находится под серьезным политическим прессом, мы должны с вами накормить нашу любимую страну. У нас есть резервы, огромный потенциал. Все вместе мы действительно сила. Мы удвоим, утроим объемы поставляемой продукции на прилавке магазинов нашей страны. Деликатесную группу товаров всегда будут заполнять малые предприятия. И вот благодаря поддержке администрации края на Кубани это движение получило большое развитие. Десятки тысяч малых предприятий, семейных предприятий занимаются производством ягод, выращивают птицу. Я убежден, что это направление в работе может быть востребовано на десятки лет вперед. Произведено на Кубани. Этот знак качества в своих павильонах гарантирует каждый предприниматель. После официального открытия проверил это Александр Ткачев. Губернатор прошел по экспозициям и пообщался с фермерами и хозяйственниками. Предприниматель из Денского района Юрий Ильченко рассказал главе региона, что в его хозяйстве больше 300 голов крупного рогатого скота, почти половина – дойные коровы. Недавно они реконструировали ферму и построили цех по переработке молока. А вот предприниматель из Приморска-Ахтарска рассказал Александру Ткачеву, что не только Кубани, но и всей стране санкции на ввоз деликатесов могут быть не страшны. Вот уже несколько лет на его предприятии производят улиток. Сегодня ферма поставляет этот деликатес в 19 краснодарских магазинов. Сейчас Олег Рева договаривается о сотрудничестве с московскими торговыми сетями. Где-то 20% увеличения ежегодно. И под санкции попало. С Франции прекратили идти. Я на той неделе побывал в Москве на выставке «Пир» и встретился с двумя компаниями, которые не хотели с нами работать из-за того, что они работали с Францией. Но оказалось, что и у той, и той компании не было нашей, вернее, французской продукции. И они говорят, российская наша. Смотрят на санкции, как на что-то далекое. И сами люди, которые пришли скупиться на ярмарку. По их мнению, это страшное слово пугает больше на бумаге, чем на деле. Судя по прилавкам и по ярмарке, санкции в нашем крае не ощущаются. Только здесь можно увидеть ту картошку, которая выращена своими руками, называется. А не картошка, которая, сомневаешься, где она даже приобретается. Цены ниже, чем в любых сетевых магазинах. Но и ассортимент, все производители со всей Кубани. Малые формы хозяйства не скрывают за собой огромный потенциал, рассказывают сами фермеры в разговоре с губернатором. За мелкими предприятиями стоят серьезные объемы производства. Именно они на Кубани дают сегодня почти весь картофель, больше половины овощей и третий молока с мясом. И подобные ярмарки, по словам крестьян, помогают в самой главной составляющей аграрного бизнеса – сбытии собственной продукции. Ярмарки – это важный аспект нашей жизни, именно, наверное, Кубани. Мы привыкли к этому, мы привыкли покупать местную продукцию, мы ее любим, покупатели ее любят. Хотел бы сказать, что, на мой взгляд, это основной толчок и стимул развития для предпринимателей. Мелкие хозяйства очень гибкие в своем производстве. И порой они быстрее и легче реагируют на потребности рынка, чем крупные производства. Особенно это актуально сейчас, когда в стране взят курс на импортозамещение. Именно малые хозяйства способны быстро заполнять свободные ниши, считает Ткачев. Идет рост количества среднего и малого бизнеса, рост предпринимательской, деловой активности в области производства сельхозпродуктов в разных направлениях. Мы видим рыба просто великолепно представлена, огромный ассортимент. Мы видим сегодня возрождение кролики и овцы. Это, конечно, инициатива снизу, поддержанная сверху. В последнее время количество продаж, качество продукции стало значительно лучше. То есть рынок подвинулся в нашу сторону, в сторону товарообразительных, отечественных. И я думаю, что мы, конечно, должны использовать этот шанс. Но собственных сил порой не хватает, чтобы аграрные мечты превратились в реальность. Без помощи государства, небольшим фермерам и личным подсобным хозяйствам будет сложно увеличивать объемы производств, говорят крестьяне. Поддержка сейчас – это гарантия стабильных поставок в будущем. Тем более для этого есть все возможности. Нынешние субсидии помогают практически на каждом этапе производства. Мы получили на закладку, как раз закладывал виноградника 18 гектаров. Получили мы субсидии на саженцы. Плюс вот второй за год получили мы уже по уходным работам по винограднику. И на закладку саженцев яблонь. Мы более безболезненно перенесли этот период. Ограничиться только запретом на ввоз западных продуктов еще не значит создать все условия для сельхозпроизводителей, считает губернатор. Чтобы план по импортозамещению попал в цель, нужен системный подход. Уже в следующем году 500 миллионов рублей в крае пойдут на поддержку садоводческих хозяйств, строительство фрукта и овощехранилищ. Ведь от системы логистики в агробизнесе зависит, попадет ли товар на полке или просто пропадет. Главный сбыт всегда был. Хранение, сбыт, холодильная камера, установки, логистика. И поэтому без таких совместных усилий создания логистических центров нам нужно порядка 5-6 по краю, если разбить их и создать. Поэтому появятся и эти кооперативы, эти центры должны гарантированно закупать продукцию у фермеров, у мелких предпринимателей. Дальше ее уже ввести на другие рынки. После закрытия поставок ряда импортных товаров для кубанских продуктов открываются новые рынки. Не только на юге, но и по всей стране. Кубанские продукты – это бренд, который уже известен даже в Сибири. И благодаря небольшим фермерским хозяйствам у этого бренда есть огромные возможности. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Антон Калиниченко, Кубань-24, Краснодар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!